так мы первое мы едем в хамильтон музей of steam and technology steam до пара нет я понимаю что кости вы просто есть музей прямо про фар там где рассказывал ги паровой паровой технологии а паровые технологии то есть музей вагонов музей паровых двигателей да так дальше по дороге мы зайдем костюм заправимся по дороге в костюмом будем заезжать ну да это все равно нашу дорогу ахави проезжаем за этим заправимся и едем дальше там в этом музей мне нравится 2 наверное потом пойдем покушать потом мы пойдем детский музей хамильтоне ну там просто плейграунд для детей побегать после технологии после урока технологии просто да в одном месте сразу это все по cultural pass мы сегодня едем дальше мы не покажем вас то есть два музея мы идем ну я даже еще третий нашел нет на обратной дороге если у нас там еще будет время но я думаю что времени уже не будет если мы должны в один музей потом покушать еще один музей тут для третьего музея думаю что во первых он закроется уже наверно ботанический сад но он работает даже свой боже как влажно ужасно влажно сейчас сейчас 21 градус чувствуется из-за влаги как 26 и через два часа будет 30 градусов чувствоваться как 36 просто такой сильный я думала крыша про проломится такой сильный дождь был и кости забыл закрыть окно в машине и машина вся вся мокрая и в общем кости ночью спускался закрывать окно в машине это было ужасно почему я помылся за одну за одну подмылся так что еще так что а и если что третий какой что у нас ботанический сад борлингтон а ботанический сад борлингтона нам нужно часто выжать и выйти делать видео чтобы были окей то сегодня пойти три места если успеем если они еще не успеют закрыться мы не успеем а два успеем два успеем но ничего next time поедем сейчас туда сейчас туда ехать да нам это где это возле борлингтон подожди это борлингтон а мы едем в хамильтон борлингтоне там есть больше делать это надо отдельное утро поехать не хочешь яблочко ага то есть сейчас у нас час пути предстоит за езда и назад с заездом на заправку ну да понятно но все едем будем смотреть что там есть посмотреть пришло время заправки в костка мы подъехали вообще бензин в среднем стоит где-то доллар доллар 10 центов за литр доллар 8 доллар 10 в костка сейчас 97 центов за литр вот мы подъехали заправиться и поедем дальше наше путешествие еще до музея нам пришлось остановиться был неправильный расчет времени так оказалось что все уже голодные так мы подъехали в костка который уже в борлингтоне купили курицу череп хлеб перекусываем сейчас и уже поедем по всем музеям нет ни одной машины у нас даже было впечатление что закрыто сейчас мы надеемся что мы не приехали даром да выглядит музей паровых технологий steam technology музеем и так у нас open так это где-то дорожки дорожки Субтитры сделал DimaTorzok 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 И Габе делает. И Дошка делает. И Габе нравится? Да. Да, спасибо. Что-то оно не затекает по остальным трубам. Не работать. А? Надо не более работать, а строго. Это наш шоу. И 20-7-красти. Они используются машины. Мы говорим о машинахе. Это очень много машин. Он не очень много. Это очень много. Более. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Уже все заготовочки готовы ДимаTorzok 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 да а это только один хамильтон здесь конечно очень мало но будем говорить так иммигрантов здесь достаточно большинство населения как можно видеть вот по населению просто даже по улицам макдональдс и в музее там в парке где мы были большинство конечно население уже местные местные прям вот видно коренастые канадцы коренистые крена коренные за миллион никто не сможет они же не сильно образованные большинство сети они не идут подальше от таранта то есть эти программисты да просто просто рабочие много здесь промзоны простых предприятий они работают и живут и мне очень понравился этот городишко ну вот очень прикольненько так все так именно город город то есть не то что там у нас едешь пла за и та на дома 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 потом где-то плаза и дома 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 здесь просто город дома плазы магазины школы все вот прям как город город короче прикольно то мы приехали в Королевский сад. Опять машин немного. Мы припарковались. Тут как бы через дорогу очень большая стоянка есть. А возле самого здания буквально для инвалидов две-три простые. У нас было прямо возле самого здания. Очень симпатичное здание. Время уже пятый час. Почти пять часов. Вот какой красивый вход. Я прошу, не надо там ходить. Так что пойдем посмотрим, что здесь красивенького. На фотографиях было очень красиво. Как красиво, как здесь красиво. Короче, этот сад включает в себя пять садов. И мы надеемся успеть сегодня все их пройти. О, улица. Здание главное. Посещаем сейчас лейкинг. Да, но там не будет. Да, мы с ним и пойдем по сути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Боже, как красиво. Горджис. Горджис. Я говорю, Костя, кто-то в таком живет. У кого-то такое есть. Это, конечно, такое надо мейтенненс этого всего. В общем, прелесть. Вот это вот есть пять садов. Пять садов. В общем, пять, да, таких. Они между собой не связаны. То есть они все считаются королевским садом. Они между них нету какой-то системы. То есть они находятся в разных, как бы, точках. То есть они все рядом здесь, но надо тут перейти дорогу, там немножко проехать километр. Вот так вот. Вот нам поставили такие, на руки такие печати. Чтобы нас не проверять каждый раз, мы будем показывать мой номер 245, или как там в той песне. И будем проходить везде. Ой, как красиво, как красиво. Нужно подметить, что везде стоят лавочки. Там, где Идоша сейчас идет лавочка. Вот так вот лавочки, лавочки. Можно сидеть, отдыхать. Тенечек такой приятный, ветерочек. Хотя сегодня жарко, но вот уже время пять вечера, и уже становится немножечко легче дышать. Хотя к вечеру известно, что вся эта жара набирает еще больший оборот. Даже в шесть часов может быть жарче, чем, допустим, в два часа дня. Вот, как красиво. Просто вот не можешь насмотреться. Хочется сесть и сидеть, и смотреть, и смотреть. Как красиво. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, пошли Субтитры создавал DimaTorzok 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 Габочка притомилась, устала, полежать хочет. Целый день, скажи, ходим на улице. Устали, уже вечер. Время восемь часов вечера, семь минут, и мы Мэйд Туниагра Холлз. Вот это популярный вьюл такой этих зданий. Казино, вот кусочек торчит, мешает вывеска. Мы, конечно, уже подустали и выглядим относительно, но дети молодцы, держатся, с интересом ждут, куда мы приехали дальше. А мы почему решили ехать на Ниагару? Ну, во-первых, было ровно половина дороги, нам надо было так, домой 80 километров ехать или на Ниагару 80 километров ехать. Так мы решили поедем на Ниагару, почему-то, что вечернюю Ниагару мы еще ни разу не видели. Днем мы уже были раз четыре, наверное, а вечером просто интересно, потому что она же подсвечивается Ниагара саморазными цветами, ну и просто вечером прикольно погулять. Надеемся, что мы сможем это сделать, что дети не будут сильно уставшими. Мы сможем это сделать. Так что посмотрим сейчас. Открыточки, кто хочет, 79 центов. Все, вот мы и приехали. Вот первое вью. Да я пока и был. Капи у нас спит. Пока что уснула. И наш родной вид. Приехали мы для того, чтобы увидеть ночную Ниагару. Она должна быть с подсветкой. Куча народу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зажглись огни. Пока что только белые, которые светят на Ниагару. Пока что это никак не отображается, потому что нет полной темноты. По идее, потом это должно быть цветным. Но мы уже этого не увидим, потому что нам нужно по техническим обстоятельствам срочно возвращаться в машину. Пока что это никак не видно. Но вот отсюда будет светить. Вот так вот. Ой, Габи, холодный. Много людей. Людей просто уйма. Которые гуляют с колясками. Молодые. Всех возрастов. Фактическая причина проверена. Мы вернулись назад. Уже темно. И уже, по идее, должны быть цветные фонари. Уже все зажглось. Ночная Ниагара. Горят огни. Габи проснулась. И мы идем. Вот популярный казино вид. В общем, попробуем увидеть. Тут есть один молл. И мы с него попробуем увидеть Ниагару, чтобы не спускаться уже туда вниз опять. Очень приятный ветер и хорошо. Все. Сейчас мы идем на балкон, из которого мы будем наблюдать все это зрелище красивое. Ничего особенного, но просто прикольно посмотреть. Вот это люди кушают вечером здесь чего-то. Какая-то забегаловка. Это от казино какой-то там ресторанчик. Вот габушка. Кто с рук, кто на руки. Переходит. Вот и Дошка, который ноет, что хочет в Макдональдс. Потому что мы обещали потом его отвезти в Макдональдс. И он сам себе выберет, что он хочет. Какую булочку и какое мяско. В общем, сейчас посмотрим, что мы там. Вот здесь мы идем на фолл-сценик-вью. Вот здесь, конечно, ночь. Жалко, что... А нет, очень хорошо видно. Смотрите, как все красиво подсвечивается. Вот такие фонарики светятся. Под каждым... Подсвечивают каждое дерево. Здесь на этой аллее. Вот как красиво. Ой, и шум водопада сюда доносится. Очень... Ой, такой запах. Такая какая-то... Влага, конечно, страшная. Но и в то же время свежесть. Очень красиво. Здесь, конечно, всего не видно. Но это очень красивая вечерняя такая аллея. Сейчас увидим. Идем на этот балкончик. Будем смотреть вью. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер. Добрый вечер. На часах у нас 22.22. Вот. Мы выезжаем. Выезжаем. Удалось нам немножечко заснять то, что удалось. В общем, мы довольны. Недаром приехали. Отлично провели день. Такой активный день. Просто я думаю, что это впервые в нашей жизни такой активный день. Все. Народу куча прибывает. Все больше и больше. Погода замечательная. Так что поехали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Все, бай-бай. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон»